Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир и смотрите игровой канал Вредного Енота. Сегодня мы сделаем такой небольшой подкастик по, как говорится, анпакингу. Наверное, анпакинга называется по виртуальному шлему. Я наконец-то решил выйти в виртуальную реальность и вот решил переместить себе шлем. Первое, что нам для этого будет необходимо. Я бы посидел, почитал, подучал. Первое, нам очень рекомендуется вот такие два джойстика. Они от PlayStation 3, они подходят к PlayStation 4, насколько мне известно. Мы чуть попозже это, конечно, выясним. Очень надеемся, что они все-таки подходят. Очень многие игры, соответственно, с ними. То есть не то, что на дула-шоке, а вот именно руками помахать, еще что-то. В общем, пострелять, посмотрим. Вот это очень рекомендуется. Так что это первая часть анпакинга, так скажем. Первое, оборудование. Я извиняюсь, что я на полу, потому что у меня нет журнальных столиков в принципе никаких. У меня есть либо рабочий стол, либо все. Ну, ладно. Вторая часть, нам понадобится вот такая камера. То есть камеры, я вот посмотрел, там есть разные версии. Обычно камера для Соньки, для той же самой, то есть для четвертой. Разъем у нее свой, смотрю. Ну, без разницы, первое, второго поколения камеры не принципиально. Вот как я почитал, вот у меня вот есть вот такая вот первое поколение, насколько мне известно. Вроде как первое. В общем, тоже это не столь важно. Зашел, купил, вот теперь она у нас есть. Так же, как и джойстики. Теперь переходим к самому главному. Вот такой вот виртуальный шлем. Вот такая вот коробочка идет. В принципе, коробка внушительная, тут рекламки, все дела. Так что, как бы, ну, посмотрим. Давайте открываем. В магазине открывали, проверяли. Поэтому, посмотрим. Ох, что он по блатам вот открывается? Ё-моё. Ты смотри, как он открывается. Это что у нас? Так, это у нас, я так понимаю, инструкция. Да. Это у нас инструкция. Как подключать, что делать. Почему-то она только вся на английском, да? Да, она, походу, вся на английском языке. Может, на русском есть? Вообще, должна быть на русском тоже. Потому что, насколько я знаю, VR, он русский тоже. Ну, ладно. Поживем, увидим, как бы. Вот, самое главное есть. Так, что у нас тут имеется дальше? У нас имеется сертификат какой-то, салфетка для протирки. Это мы так же туда убираем. Это нам не нужно. Мы убираем это вот просто вот сюда вот так, закидываем и все. Так, что это у нас? PlayStation VR Demo Disk. Вот так вот он выглядит. Тут, я так понимаю, какие-то вот игры есть. Есть ли на нем? Не знаю. То есть, вот, ну как, картонка есть, диск на месте. Диск нулевый, диск целенький. Все. Ну, посмотрим, видимо, какие-то демо-игры. Соответственно, убираем опять туда. Это нас не сильно интересует. Всякие, что это такое у нас. Городиада, мануал, это инструкция. Тут, я думаю, русский должен быть обязательно. Нет, тут русского. Просто нет русского языка. Вот так вот нас любят. Подождите, кому ждут? А, подожди, гарантия, гарантия. Гарантия. Тоже гарантии не дал он. Назовем вот так. Ладно. На этом закончить. Давайте перейдем к тому, наверное, главному. Я так понимаю, вытаскивается, да? Да, вытаскивается. Смотри-ка. Все никак сделано. Сейчас я это уберу. А, кстати, коробочка уже не нужна. То есть, у них, обращаю внимание, это давайте тоже я убираю. Вот так вот коробочка интересно открывается. И тут, смотрю, вот веревочка такая, которая мне дает ей открыться полностью. Так, как его доставать, вы мне скажите, что это? Значит, говорю сразу, помимо шлема, помимо шлема, в комплект должны входить куча-куча проводов и процессор. Процессор такая маленькая коробочка, которая обрабатывает всю графику, весь звук и так далее. И выводит, соответственно, уже на экран. То есть, нагрузки на стройку идти не должно. Ну, давайте посмотрим, что тут есть. Так. У нас есть вот такой провод. Что это такое? Провод с циферкой 4. Что бы это значило? Так, провод с циферкой 4. Тут все заклеено. Все нормально, все заклеено. Так, ладно, просто циферка 4. Давайте пока, ладно, уберем это. Следующая коробочка, да? Да, коробочка, следующая. Что это? Вот он. А это сам процессор, получается. Ее давайте я закрою, чтобы было лучше вот так видно, наверное. И тут в комплекте вот тут идут такие наушники. У меня кончилось место. На флешке сейчас пришлось перезапускать. Вот. Вот такие вот наушники. В принципе, как бы, ну, наушники, наушники. Ничего я тут прям такого у них не вижу. Самые обычные, самые затычки. И все. А где микрофон у них? А микрофона я у них, кстати, не вижу. Возможно, он тут встроен. Я вот не уверен тут. Но сильно я сомневаюсь. Ладно, это мы чуть попозже, думаю, разберемся. Дело в том, что микрофон, думаю, должен быть. Наверное, я хрен его знает. А можно отдельно как-то. Ладно, наушники я убираю туда же. Я думаю, они пойдут далеко и надолго. Так. Следующее, что у нас? Следующее у нас вот такой вот блок питания. Соответственно, так это все. Это, что, не знаю, куда это. Вот такой блок питания. Cipherkai Trio. Ну, собственно, блок питания. Он и в Афике блок питания. Ничего я такого в нем не увидел. Вроде как, самый обычный. Самый обычный Sony блок питания. Так. Теперь далее. Далее идет сам процессор. Какая-то наклеечка блатная. Все дела. Все так же у них вот заклеено. Все порты, все дела. Так, как-то оно должно тут ездиться. Вот, HDMI, HTV. Вот. Соответственно, вот так. Я так видел уже какие-то обзоры небольшие. Подключается. Провода закрываются. Чтобы оно все было симпатично. То есть, оно вот так смещается. Сзади какие-то тоже HDMI разъемы на... HDMI на ТВ, на PS. То есть, я так понимаю, это все подключает. Это мы потом посмотрим. Буду подключать USB, питание, вентилятор. Это, ну, собственно, как бы процессор и процессор. То есть, как бы, что внутри этой черной коробочки неизвестно. А нам, как бы, это и знать не надо. Мы все равно этого не поймем. Главное, что мы знаем, что он обрабатывает видео, звук и все. В этом духе убираем лишние коробочки. Коробочек тут довольно много. Следующее. Вот какие-то вот еще провода. Следующий провод идет у нас... Блин, тут у нас скотч еще все. Убираем. Провод под циферкой 2. Вот я не знаю, что это за провод. Это обычный, по идее, микро-USB. Наверное, для зарядки. Для чего он нужен. Тоже кидаем в общую кучку. Ровод под циферкой 1. А, нет, я думал, я думал, это запаянник. Нет, тоже смотри-ка, просто так. Провод под циферкой 1. Обычное питание и USB. Почему-то в одном они лежат. Непонятно почему, но ладно. Все это, понятное дело, в магазине мы это открывали. Я это все смотрел, проверял. Потому что там вот такой вот список, блин. Что надо было просто убедиться, что там все по списку есть. Потому что, представьте, одного провода не хватит. Видимо, так запихали мы. Ладно. Следующее. Сам шлем. То есть, помимо шлема, у него есть еще дополнительный такой вот разъемчик. Что это уже, смотри-ка. Уже выскальзывает резиночки из пазов. Новый шлем. Во. Ну, когда здесь обратно. Ладно, давайте тогда шлем пока положу. Я посмотрю вот эти вот. То есть, соответственно, тут вход, я вот смотрю, под наушники. Выключить микрофон. Включить. Включить этот. Громкость добавить. И, соответственно, два вот таких вот провода. Видимо, как-то на процессор идет. Смотрим теперь сам шлем. Я думаю, это самое главное, самое интересное. Что тут может, в принципе, быть. Так. Что могу сказать по нему? По нему не могу ничего сказать. Так, тут какая-то кнопочка есть. Насколько я знаю, это должно регулировать, как бы, ход его, да? То есть, в общем, да. Это, видимо, как-то длина, шлина. В общем, давайте эту инструкцию сначала посмотрим. Чтобы его не испортить. Удовольствие довольно дорогое. Так, тут, в общем, насколько я знаю, регулируется глубина. То есть, вот так вот ходит. Это вот, скорее всего, как раз вот какими-то вот этими. Я не знаю. Я посижу инструкцию, почитаю, потому что тут довольно все, довольно интересно. Насколько я знаю, должны вот это вот тоже ход быть. Вот, вот, кстати, кнопочка. Вот она. Вот. Это я знаю точно. То есть, расстояние до глаз. Вот, видите? Вот, это я знаю. Это я видел. А это я, как бы, видел, но вот я не знаю. Так, ну, что могу сказать? Линзы, очки там. Давайте попробую, знаете, как сделать? Попробую вот так вот отодвинуть. Чтобы показать, что же там вот. Выглядит он внутри примерно вот так. То есть, две линзы каких-то. Сам шлем. В принципе, провод тут крепится. Кстати, довольно неплохо крепится, я вот смотрю. Система интересная. Вот, везде он фиксируется. Так, давайте, там мы обратно закроем. Все, вот так он будет лежать. В общем, на этом, ребят, unpacking, я думаю, закончим. Потому что больше, как бы, показывать особо нечего. А следующего этапа мы, наверное, посмотрим уже, как он подключается. Не знаю, как он будет подключен. Потому что если я буду показывать, как он подключается, это просто будет очень-очень проблемно. Потому что тут очень много провалов. И как его подключать, я, честно говоря, еще не знаю. И, соответственно, сразу, кстати, тут я смотрю, провод под циферкой 5. Я его даже не заметил. Вот. И сразу будем тестировать его. Почему нет, я покажу уже, как он выглядит. Попробуем. И будем тестировать. Сегодня мы начинаем такую, как и новая рубрика. Называется она виртуальный шлем PlayStation 4. Я, наконец, его приобрел. Наконец-то вот сижу, вот, и не стою в нем перед вами. Очень много проводов. Очень много геморроя. Отсюда в плане записи игры. Поэтому давайте попробуем. Игрушку мы сегодня посмотрим. Как же она называется, вы мне скажите. И я вам скажу в ответ. Игрушка называется Resident Evil, вот, буквально, которая вышла недавно. Только она тут, как бы... Вот, вот, собственно... Ёптать. Ё-моё. Как всё реально. А, ну да. Так. Чё на? Начать игру, да? Очень большие проблемы с записи, на самом деле, с этого шлема. Ох ты, ёптать. Как так? Как я так вырос, да? Очень большие, в общем, проблемы с записи в этом шлеме. Потому что везде всё заблокировано. Производители игр что-то блокируют. Боятся, хер пойми. Ух ты. Китчен. Поэтому я искренне надеюсь, что эта игра у нас запишется нормально. Я на сцене их пробовал. Какая-то хрень получилась. Чё такое? Чё это? А, ой. Ладно, хоть не моя. Так, 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 так. Так, диван, диван, вот диван, всё. Так. Да, как-то она мне неправильно пристреляла, она была чуть пониже. Ну да ладно. Слышь, ты кто? Ты смотри, даже пыль видна. Ты нахер, иди, да? Уйди. Чё, перепил, да, вчера? Да-да, бывает. А хер ли ты хотел? Почему у тебя галстук магнитится к пузу? А чё за галстук такой волшебный? Я тоже хочу такой... Чё-то всё в крови, чё-то хер пойми, чё? Тряпочки какие-то... Чё? Ты нафига люстру... Нет! 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 Смотри! Смотри, там бабёха какая-то пошла сзади, дебил, сзади! Да вот за серебряными ящиками я её спалил. Ты чё ты делаешь? Я тебе говорю, она была... Вон она, вон она, вон, смотри, побежала, побежала. Да я её вижу, вот она. Бляха ты, муха. Дуби ты, бляха! Сука. Ты чё творишь, дура, что ли? Ой-ой-ой, я следующий, да? Сука! Уйди, нахер! Вот дура, нахер, убери нож! Нож убери! Не буду тебе целовать, фу, у тебя изо рта пахнет. Дамочка, ронда, пожалуйста, съешь её! Спасибо! Хе-хе-хе-хе! Лошара! Да, в эту игрушку надо было силе, конечно, играть, было бы получше, но кто-то знал. Хренас, ну и чё там есть. Хе-хе-хе-хе! Так, а куда на его волокла-то, алё? Блин, я твою! Понятно. А хер, нехер выделываться было! Вон, бежит где-то. Чё там, бля, шумишь, чё? Тихо, тихо! Твою мать, ты где? Блядь, фу, фу, уйди, ты где? Ой, нихера меня переколбасило. Провод ещё мешается. Блях, это муха. Не, на, вот, 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 убери вот это вообще, всё, на! Вот, на этом, как бы, и оно, видимо, и заканчивается. Так, давайте-ка, вот сюда вот, и сделай, пожалуйста. Так, дай. Вот. В общем, вот такая вот небольшая демка, она у меня валялась давно уже. Я её скачал, перепутал, думал, она не для шлема. А тут вот так вот, удачно, она у меня подвернулась. Так, давайте-ка, я вот где, Диман? Ничего себе, Диман-то где? Это что, так быстро подошёл, что ли? Фух, ой. Давайте-ка я вот это сниму. О, свет, свет, вижу, свет, вижу. Вот. Теперь, ребят, давайте мы на сегодня, догад, закончим. Вот такая вот демка, я надеюсь, она записалась хорошо, потому что с остальными у меня были проблемы. Всё заблокировано было. Давайте пробуем вот эту, посмотрим, что к чему. Дальше будем думать, нихрена все. Чё это? А, нет, это у меня лампочки отражаются. Ну, что там за блюзги? В общем, ладно, надеюсь, вам понравилось эта рубрика. Будем её открывать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставьте комментарии, ставьте лайки, где вы делаете. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok